Если бы можно было лежать просто дома или выращивать помидоры в губатемале, супер, я бы поехала, но ты вот этой жизни хотела. Я замечаю какие-то вещи. Сначала, потом ты замираешь, и потом что-нибудь говоришь на ха-ха. Ты эту лысую женщину перемотай, она глупости говорит. Может, у меня биполярка? Нет? Слава богу, ты такая умная. Бесишь. Меня зовут Наташа Гасанханова, мне 29 лет, я блогер, хотя мне очень не нравится, когда меня так называют, потому что я, наверное, все-таки, я не знаю, кто я, но почему-то у меня есть аудитория. Но как звучит моя профессия, мне не нравится. Чем я занимаюсь? Это интервью. Я интервьюер, если можно это так сказать. Ну и какой-то лайфстайл-блог, действительно, который я веду и который людям как-то откликается. Мне априори нравится все, что делает Лина, потому что когда я давала интервью Алене Блин, она сделала разбор на меня, и она очень много и куда попала. И я даже хотела к ней походить просто как к психотерапевту, но постеснялась. Не знаю, в общем, как-то я... Да и вдруг она меня вообще не приняла. Поэтому, когда получилась такая возможность прийти и сделать это еще под камерами, ну что уж греха таить. Все мы хотим немножечко хайпа и всего такого, поэтому я сказала, ребята, гоу, и я согласна. Ну вообще, в последнее время как-то все очень... Во-первых, много работы, много каких-то головников и много странных ситуаций, в которых я себя очень некомфортно чувствую. То ли это от людей, которые меня окружают, то ли это от загруженности, то ли выгорания. Я вообще не знаю, что происходит, поэтому, Лин, если ты это смотришь... Точнее, если ты меня слышишь, точнее, просто иди встречай меня, я сейчас приду в соседнюю студию. А нам нужно сейчас сделать вид, что мы до этого не виделись? И такие, привет, Лина. Не, мне кажется, это какая-то фигня. Ну тогда еще раз запрос, привет. И вот мы в кадре. Я понятия не имею, что будет вообще происходить. Я тоже. И сейчас чувствую, что я начала волноваться. Не бойся, я рядом. Если тебе нужна психосессия, давай, я проведу. Какие у тебя проблемы? А тебе нужна? Да. Ну или нет. Ну скорее, да, раз я здесь. От себя могу сказать, я тебе, в общем-то, это уже говорила, что мы будем делать только то, что ты хочешь, а то, что не хочешь, не будем. Но не будем идти домой. Ладно. Мы останемся. А как, подожди, как это происходит? Ты у меня второй психотерапевт. К первому я пришла в слезах и сказала, мне плохо, помогите. Сейчас я так не хочу говорить. А как начать? Подожди. Ну смотри, нам, во-первых, нужно немножко как-то друг к другу попривыкнуть. И привыкнуть к тому, что вокруг нас есть камеры, есть ребята. Но это все равно на нас влияет, так или иначе. Несмотря на то, что и ты, и я с этим работаем, но сейчас нам придется обеим говорить о чем-то личном. Да ладно, что тянуть кота за яйца? Ты же уже смотрела мои интервью и видела, что я прямолинейный человек. Умнилина. Расскажи про что. Ну, это, возможно, сейчас будет звучать супервысокомерно. Но и за последний год я выросла именно как медийный человек. И я вообще сейчас не понимаю, кто мое окружение, почему они все появились, почему объявились те, кто был когда-то очень где-то давно, что людям нужно от меня, искренне ли они хотят со мной общаться и дружить, потому что я эта классная девчонка Наташа из Саратова, либо потому что я кто-то, кто-то в интернете. И, ну, типа, это правда трудно. Я, видишь, даже начинаю слова-паразиты эти использовать. Это трудно не поддаться какому-то самообману и думать, что да, да, конечно, со мной просто дружат, просто любят, потому что я просто классная. А по факту замечать какие-то вот эти вот флажки, что тут одно попросили, тут другое попросили. И я как-то не хочу быть в этом. Ну, правда, мне как-то хочется честности в общении, в дружбе, в отношениях, во всем, а не какого-то юзанья, если можно так сказать. Я не понимаю, как это определить, как это выявить, потому что обычно мне всегда казалось, что у меня с чуйкой, с эмпатией все хорошо. А тут я как-то, ну, честно тебе могу сказать, поплыла и не знаю, что происходит. Я не знаю, кто со мной по-настоящему дружит, а кто дружит там во имя чего-то, ресурсов, денег, вечеринок и так далее. И это парит. И это прям, ну, странно. Думаю. Думаю о том, что... Сейчас я сяду поудобнее, сделаю себе комфорт. И думаю о том, что ты сказала. Ну, это прям такая, знаешь, проблема. Я сейчас пытаюсь охарактеризовать и объяснить себе, почему это для меня проблема. И понимаю, что, наверное, эта проблема может быть только для меня, потому что, и я так не привыкла, потому что я никогда не дружу с кем-то, потому что это кто-то, потому что кто-то мне может что-то дать. Там охваты, контракты, не знаю. И меня это прям калит. И я такая думаю, блин, почему вы такие нечестные? Ну, это прям, знаешь, внутренний ребенок, который такой, да блин, так не должно быть. Ну, он бунтует, он орет. Сейчас вообще такое время, что очень много людей головой понимают, что с ними, потому что информация, хочешь, не хочешь, она прыгает на тебя вообще изо всех, хочется сказать, радиоприемников, да, хотя изо всех экранов на самом деле. Вот, и люди действительно начинают разбираться в их внутреннем мире. Но, к сожалению, это не помогает им нисколько быть счастливее. Это помогает им быть образованнее, быть более знающими, осведомленными. Это помогает им давать хорошие советы друзьям. Но как самому с собой быть счастливее, не помогает. Поэтому, несмотря на осознанность, к сожалению, это еще далеко не все. Ну, первое, что ты мне сказала, что мне ху**ло. Угу. А можешь вот про это рассказать? Про то, как тебе ху**ло? Ну, смотри, мне неплохо перманентно. Нет такого, что я просыпаюсь и такая, вокруг обман, все плохо, и жизнь тлен. Нет, это не так. Во-первых, есть работа, загрузка, и, по сути, тебе очень редко, когда есть возможность вообще задуматься и проанализировать свою жизнь. По крайней мере, так и у меня. Но, наверное, там, засыпая, просыпаясь, когда у тебя есть вот этот вот интимный момент оставаться наедине с собой, я человек, который, правда, много что анализирует про себя в первую очередь, потому что мне так легче. Я задаю себе вопрос. Ты вот этой жизни хотела? Ты хотела, чтобы вокруг тебя были лицемерные люди? Или ты понимаешь, что это такая игра, и если ты любишь деньги, ты хочешь их там много зарабатывать, и тебе нужно поиграть в эту игру? А если ты начнешь играть в эту игру, у тебя будет больше контрактов, больше денег. Но как следствие получается, ты предашь себя. И вот этот вот раздрай внутренний, ну, это тяжело. Это прям трудно. Вот сейчас начинаю больше понимать. У каждого человека счастье свое. И, как правило, счастье зависит не от внешних атрибутов, а от внутреннего состояния. Конечно, классно, когда человек суперосознанный, и он покупает какие-то внешние атрибуты для внутреннего состояния. Они попадают четко в это состояние, и человек вообще абсолютно довольный и счастливый. Но очень часто происходит иначе. Когда внешне, казалось бы, все классно, есть там и деньги, и типа друзья, и там еще кто-то. Да пусть даже не типа. Есть и деньги, и друзья, и работа, и востребованность. А счастья нет. Потому что для счастья нужно, ну, совершенно другое. И когда ты лежишь, ну, вот сама с собой, думаешь об этом, обо всем, что ты чувствуешь, что внутри происходит. Блин, я не хотела говорить про личную жизнь, и там мой менеджер Боря меня сейчас будет ругать. Но вы видите Борю. Но да кто он такой, чтобы он меня ругал? Это шутка. Боря, я люблю тебя. Короче, у меня были серьезные отношения, долгие. И это единственное мое отношение из всех, которые были, где мой внутренний ребенок был в коннекте с внутренним ребенком моей половины. И сейчас, поскольку мой внутренний ребенок никому не открывается, ну, как бы он открывается частично, но нет вот этого одной точки входа, где абсолютная безопасность, я такая, типа, так, я вот тут открылась, мне х** сделали. Не в плане отношения там. Кто-то подставил. Тут открылась, тут хотят какие-то деньги, какое-то лицемерие. Тут просто хотят, чтобы пришла, чтобы просто вот для галочки. И я такая, а че делать-то будем? А как с этим жить-то? Ну, поиграться в это я, правда, не хочу. Мне странно. Я опять в очередной раз сама себе призналась в том, что я что-то в своей жизни сделала не так. И принять свою же ошибку для меня это всегда самый правильный способ, но здесь самый сложный. И ее надо либо как-то решать, либо отпустить, либо что-то сделать, но явно не жить вот в этой призме стагнации. Ну, то есть не давать больше возможности этой ситуации просто вяло течь. Как-то ее нужно решать в своем стиле и в очередной раз не предавать себя. И когда ты остаешься наедине с собой, со своим внутренним ребенком и думаешь об этом, обо всем, что ты чувствуешь? Иногда мне весело. Ну, иногда такой ребенок, который без родителей, без взрослых, он просто кайфует, слушает музыку. А вот зачастую это страшно. Но это страшно, это не страх одиночества. Я люблю побыть одна. Это страх никому и никогда не довериться и ни в ком не увидеть такую безопасность, как это было тогда. Что-то твой внутренний ребенок, получается, он как будто не нужен. Угу. Да. Угу. Как будто бы сейчас нужен взрослый, просто потому, что он классный взрослый. Он где-то богатый, где-то успешный. А вот та пучка Наташи, которая бегает, разговаривает на ломаном языке, знаешь, когда ты просто классно проводишь время, как будто бы этот внутренний ребенок не видит вообще к себе настоящего интереса. У меня внутри сейчас, я, может быть, это не показываю, но я внутри сейчас подпрыгиваю от энергии, потому что мне очень интересен твой внутренний ребенок. Я объясню, почему. Потому что у меня внутри есть большая детская часть, она огромная, которая очень хочет играть. И она хочет коннектиться с другими. И как будто я в своей жизни очень мало нахожу возможностей, чтобы это проявить. И когда моя детская часть слышит, что у тебя есть твоя детская часть, они такие, привет. Да, я такая, типа, о, она мне расскажет или нет. Ты знаешь, мой внутренний ребенок, он вот в отношениях с тем внутренним ребенком, да, им было классно, им было супер, но условно дети игрались в песочнице, а хотели очень, ну, например, в VR-студию. И вот сейчас я такая, ну, вот внутренний ребенок, у него есть взрослая оболочка, у него появились деньги, ребенок пошел в VR-комнату. Супер, ну, на момент классно. Ребенок привел друзей в эту VR-комнату и говорит, тут классно. А там кого привели, они такие, типа, ну, и что? И только один человек, я, ну, понятно, что этот человек не один, их много, но я имею в виду один человек в моей жизни. Заходя в эту VR-комнату, просто бы умер и такой, вау, мы в VR-комнате. И вот именно разделять эти эмоции кайфа с кем-то для меня это трудно. Тот самый внутренний ребенок, о котором так много говорят люди, как правило, он есть, ну, практически у каждого человека, там, за редким исключением рационалов или людей с алекситимией, но это уже такие крайние варианты. Поэтому будем говорить, что внутренний ребенок есть практически у всех. И это та часть, которая отвечает за спонтанность, за какие-то яркие эмоции, за радость, за творчество. То есть внутренний ребенок, он всегда тесно связан с какими-то творческими штуками, с творческими порывами, с креативом. Если у наших зрителей есть затык в этом месте, если им кажется, что жизнь какая-то серенькая, дни однообразные, очень может быть, что они своего внутреннего ребенка когда-то жестко запрессовали. И он теперь просто вообще сидит где-то очень далеко и не показывается. Мы недавно с друзьями обсуждали тему, просто странный офф-топ вброс. И мне говорят, из чего ты соткана? Я говорю, из кайфа и умением наслаждаться моментом здесь, То есть я кайфовать могу как угодно. Я и сейчас кайфую от происходящего. То есть это же тоже определенный взгляд. Конечно. Но вот так, как я кайфую, когда я раскрываю своего внутреннего ребенка с человеком, от которого я не чувствую опасности, я не знаю, ну вот есть оргазм, там дети неуместны, но вот, наверное, это такой душевный оргазм, я по-другому это не могу назвать. И все-таки я хочу вернуться к твоей фразе про кухла и про внутреннего ребенка. Как там? Вот когда я постучалась немножко, ты такой тук-тук, ты мне очень интересна, твоя маленькая детская часть. Я думаю, сидит манипулирует, наверное. Ага, скажи еще раз, в смысле, вот когда я к тебе постучалась, то ты... Ну, я подумал, что ты манипулируешь. Я подумал, что... Я тебе не доверяю, да? Ну, да, это первая реакция. Потом я думаю, блин, да нет, она же, ну, классная, зачем я меня обманывать? Потом сразу, ну, нет, это же шоу, наверное, нужно, чтобы вот так вывести, чтобы я сейчас открылась. ну, то есть, там сразу анализ идет в голове. А можешь мне напрямую сказать вот только вот эту фразу, я тебе не доверяю? Нет, не могу. А чего? Ну, хоть мы не то, чтобы там дружим, но у меня есть к тебе симпатия человеческая, потому что я там подписан на твои соцсети, я смотрю какие-то твои ролики, и они у меня откликаются. Я не могу сказать тебе, что я тебе не доверяю. Я в принципе... когда, вот смотри, вот ты мне сейчас отвечаешь, как взрослая, а я с тобой пытаюсь сконнектиться, как, ну, вот с твоей детской частью, объясню для твоей взрослой части, зачем я это делаю. Мне, как психологу, какие-то вещи очевидны. У тебя внутри есть человек, которому одиноко, очевидно. И он мне пытается сказать через все твои умные слова мне хуй... Очень, Линда, конечно. Вот. Я самого лучшего человека в своей жизни, ну как... Ну, я готова об этом кричать. Ну, я правда все сделала своими руками. И самая проблема в том, что я это понимаю. И попытавшись убежать от этого человека, попытавшись, знаешь, нагуляться, окружить себя другими людьми, которые якобы мне должны дать замену, побыв одна, потому что в какой-то момент я поняла, что мне никто не нужен и так далее. И я поняла, насколько я наху... Прямо насколько я, знаешь, сильно натворила ерунды. И я сейчас просто... Ну, не то, что мне плохо в этом одиночке, но я... Во-первых, мне стыдно, во-вторых, мне противно от себя, а в-третьих, мне страшно, что такого человека, который у меня был, я просто не найду. Потому что в своей голове я это определил так. Вот есть, грубо говоря, у нас представление о человеке. Какой должен быть с тобой человек? Например, это будет там 10 каких-то поинтов, да? Круто, когда в этом человеке все эти 10 поинтов. Потому что я могу начать встречаться с одним мальчиком, это будет там 2 поинта. Дружить еще с кем-то, это 3 поинта. И когда я вот так вот год, знаешь, помракобесничала, я такая, а я оттуда-то зачем ушла? Там все 10 поинтов из 10. Я что натворила? И это не значит, что я думаю, что это один человек и в мире таких больше не существует. Конечно, есть, но хочется-то здесь, сейчас. И когда я начинаю заниматься этим анализом, мне сразу стыдно. Мне стыдно от того, что я все саморазрушила, причинила боль человеку. понимаешь, у меня на днях день рождения, и я искренне пишу письмо, потому что я в блоке везде у человека, я искренне пишу письмо, слушай, чел, если ты выйдешь на связь, наверное, я готова отменить все, если мы даже поужинаем. А там как бы гости, бюджеты. И я, мне недавно, мы сидели с подругой, она говорит, ну вот представь, если этот человек объявится и скажет ей, ты уходишь из того места, чем ты занимаешься. Ну тут подумала бы, да, потому что все равно какое-то критическое мышление присутствует, но, ну, наверное, я на очень многое готова, чтобы попытаться, хотя бы просто объясниться человеку, почему так произошло, и что я не тварь, потому что от ощущения того, что я на мракобесничала, мне очень тяжело. Ну, и меня не понимают люди, они говорят, у тебя все нормально, у тебя есть деньги, тебя хотят, у тебя есть секс, ну, типа ты базово закрылась по всем направлениям. Я говорю, да, это правда, а хочу туда. Как правило, у расставаний есть несколько стадий, и все зависит от того, кто инициатор. Если инициатором был другой человек, то, как правило, тот, кого оставили, проходят ряд стадий, это стадия злости, отрицания, принятия, благодарности, торга, ну, и в разной последовательности, не обязательно, в такой, как я назвала. Если человек сам был инициатором расставания, то он проживает другие стадии. сначала, как правило, это стадия радости, что я наконец-то освободился от тяготивших меня отношений, а потом он пускается, как правило, в чувство вины, если ожидания не оправдались. И он начинает себя винить, какой я был дурак, что я оставил человека, который так меня любил, и попадает в стадию идеализации. На самом деле, любые отношения, если они закончились, они закончились не просто так. Не просто потому, что человек был дурак и чего-то не понимал. Скорее всего, так кажется через время, когда уже то, что действительно не подходило, то, от чего хотелось уйти, это уже забылось. А если, например, нашей героини прошел уже год с момента расставания, насколько я услышала, и за этот год Наташа не встретила такого же человека, с которым ее внутренний ребенок был бы счастлив настолько же, а потребность осталась. И, на мой взгляд, все-таки ее прошлые отношения сейчас достаточно сильно идеализированы. И я бы, если бы я была Наташей, то я бы подумала в сторону, от чего я ушла. Ведь там было что-то, что мне не подходило. Смотри, я сейчас в такой растерянности, как и я, что мы с тобой начали с внутреннего ребенка, вот, но ты через все это, ты пытаешься мне еще рассказать о большой боли, которая у тебя есть в связи с потерей значимых отношений. И вот я думаю, что будем делать? Так горюет-то внутренний ребенок. Взрослая Наташа вообще не горюет, я тебе честно могу сказать. Взрослая Наташа кайфует. Слушай, взрослая Наташа, я хочу предложить тебе эксперимент. Давай. Сначала расскажу, а потом ты или согласишься, или скажешь, а какая-то вообще не будем это делать, скучня бы. Давай. тебе нужно будет представить этого человека где-то с нами и попробовать ему сказать что-то от лица своего внутреннего ребенка. Но только тебе нужно будет сойти с этого места, потому что тут сидит очевидно взрослая Наташа. У меня сейчас это, знаешь, ну, я ждала этого разговора очень долго с этим человеком. Ну, скажи мне сначала, есть ли у тебя... Да я готова, я даже, знаешь, я бы даже очень хотела. Это, возможно, некий шанс действительно а, проговорить, а б, быть услышанной, потому что все-таки через экран. да, это запись. Давай мы тогда попробуем. Я буду тебе помогать, буду тебя направлять и буду тебя где-то останавливать, потому что, ну, я вижу там некоторые твои психологические прикольчики, которые ты сейчас используешь, абсолютно обоснованно, потому что мы незнакомы и мы не находимся в кабинете за закрытыми дверями. Когда я говорила о некоторых психологических прикольчиках, которые использует Наташа, я имела в виду ее засмеивание и зашучивание. Мне вообще все понятно, зачем она это делает. Мне понятна ситуация, в которой мы находимся. Мне понятно, что вокруг нас очень много камер и людей и так далее, но не обращать на это внимание я не могу. И для меня, как для психолога, это сигнал, что вот как только она начинает шутить, это значит, что до этого, за секунду до, произошло что-то важное. Если бы мы были без камер, то я бы вот в этом месте бы останавливала и говорила стоп-стоп-стоп, что там происходит. Давай мы с тобой выбери стакан один из двух, который будет обозначать этого человека. Он будет здесь, правильно? Ну, да. Да. Теперь тебе надо переместиться. Супер. Так. Ты можешь стоять, сидеть, как угодно. Можешь сесть просто на спинку кресла. Да, вот так супер. Вообще, да, там выбирай себе вариант. И давай попробуем сначала просто человека вот здесь представить. Просто представь сейчас, в чем человек одет. Это поговорить надо? Не обязательно. Да, я прямо представляю. Да, там какая прическа. Человек смотрит на тебя или не смотрит? Смотрит. Смотрит. Каким взглядом? Таким, как я люблю. Каким? Ну, классно таким, знаешь, добрым. Добрым. И тебе как от этого взгляда прямо сейчас? Вот он здесь. Сдохнуть хочется, потому что скучаешь по этому взгляду. Скажи, я скучаю по твоему взгляду. Очень скучаю. Очень сильно скучаю. Прям сильно скучаю. Мне стыдно как будто бы сейчас смотреть. Скажи, мне стыдно перед тобой. Мне стыдно. Я не знаешь, это понятно, что это не этот человек, но я не могу. Давай, давай сюда. Я не могу как будто бы сейчас посмотреть в глаза. это не то, чтобы зажимы. Скажи, я не могу посмотреть тебе в глаза. Значит так, слушай меня сюда. Мне а стыдно, а б как стыдно, а ц очень-очень стыдно. И я вообще все понимаю, как будто бы, но не понимаю. Я по тебе очень сильно скучаю. Я тебя очень сильно люблю. И я безумно тебе благодарна за все, что произошло со мной за этот год. Потому что без этого года, без этого твоего урока мне, я бы так вообще не поняла, что такое ценность любви, ценность дружбы и ценность человека. Как бы это пафосно не звучало. Всего хорошего, люблю тебя, иди домой. Так это сказала взрослая Наташа. Я прям видела, вот знаешь, такой контраст. Ты вначале, когда только села, у тебя прям лицо изменилось, знаешь, как будто слезы близко были. ты так прямо что-то начало тебя захватывать изнутри вот это чувство, когда ты представила, как человек смотрит на тебя, ты еще сказала по-доброму смотрит. И даже сейчас, когда я начинаю описывать, да, похоже, снова тебя захватывает. Да, Лена, потом ты такая, так, так, надо собраться, коллега. Собрасти. Вот. Иногда на сессиях я предлагаю сделать разные эксперименты. Конечно, в рамках такой работы очень сложно сделать какой-то непросто организуемый эксперимент. Поэтому, когда я предлагаю, например, представить человека здесь и сейчас, то для меня, как для психолога, это возможность перестать говорить о там и тогда, перестать говорить о чем-то теоретическом и соприкоснуться с чувствами, которые испытывает человек по-настоящему. И, конечно, что, ну, меня особенно восхитило, что Наташа позволила прикоснуться к ним, вот, к тому, что есть, что у нее сразу и лицо поменялось, и она прямо и закрылась, и не смотрела, и несколько раз про свой стыд сказала, что она действительно в ходе этого эксперимента соприкоснулась с той частью себя, с которой соприкасаться не очень приятно. Получается, что внутреннего ребенка мы так и не увидели. Вот, ты вроде бы говоришь, что... Да, блин, что я могу сказать? Я могу сказать, пошли галять. Вот, пошли галять и будет классно. Ага. Понимаешь? Я просто сейчас не хочу произносить какие-то вот эти вот детские, ну, типа, наше какое-то общение, потому что... Ну, потому что это странно, потому что, знаешь, вот это вот и говорит таким голосом. Да, блин, я очень хочу... Я очень хочу просто сейчас обниматься, очень просто хочу даже помолчать, наверное, просто почувствовать присутствие рядом и там посмотреть друг в другу в глаза. Мне кажется, это во многом больше скажет, нежели чем какие-то мои слова, потому что это опять-таки про взрослого человека, где надо объясняться, где надо что-то решать. Ты сказала, я хочу обниматься, у тебя прям голос трогнул в этом месте. Что почувствую? Я не знаю, сильно. Татуировку, вот видишь, натираю, которая у нас одинаковая. Это типа мы вот как раз по-детски придумали слово детское и набили себе одинаковые татуировки. Можешь еще раз прикоснуться прямо, да, к своей татуировке. Прям как будто бы вот... И расскажи немножко, что чувствуешь, когда соприкасаешься с этой частью? Силу и... Как тебе сказать? Спокойствие. Вот спокойствие, абсолютное спокойствие. Безопасность. И, наверное, какое-то... Наверное, здесь спокойствие не про то, что все тихо, а про... Ну, знаешь, как будто вот из дома только вышла клининговая служба, все настолько по полочкам расставлено, все настолько блестит, что вот эти вот полотенца кипено-белые, вот они прям уголочек к уголочку. И вот прям это как будто бы олицетворение внутреннего состояния меня рядом с этим человеком. И когда татуировку трогаешь, ты становишься как бы рядом с этим человеком. Там, если честно, обтрогать можно много чего себе татуировок. Я много зачем-то посвятила. И это тоже триггер определенного рода. То, что я привыкла к ним, но когда ты видишь на каких-то там фотках или где-то, я такая, господи, зачем? Мы же уже не семья. Почему я написала тут слово семья? Хочешь быть семьей с этим человеком? Сейчас? Да, очень. Еще больше, чем тогда, когда были в отношениях. Скажи, он еще здесь. Хочу быть с тобой одной семьей. Малыш, правда хочу быть с тобой одной семьей? и мне кажется, у нас это очень классно получалось. ну как-то вот ни хуя не получилось. Ну вообще, это вообще как? Я полчаса поговорила со стаканом. Лина, конечно, наверное, зрители подумают, что мы крэйзи, но вот такие эксперименты, видимо, и сработали. Я увидела стакан, Лина предложила такую форму представить, вообразить человека вместо этого стакана, и я прям поплыла. Ну я прям поплыла, и я размякла. Но если бы не все вот эти вот люди вокруг, я, блин, конечно, рассказала больше. Не потому, что у меня есть от кого-то какие-то секреты, не потому, что там нет никакого криминала, там все можно рассказать, но, наверное, я пока была не готова. Мне бы очень хотелось продолжить с Линой общаться как с психологом, как с психотерапевтом, потому что даже при всех обстоятельствах, при камере, при людях, при... Это первое знакомство. Я как-то ей прониклась. И вот ее фраза «Скажи мне, что я тебе не доверяю» вообще не так. Доверяю. И не тотально, потому что как бы, да, голова-то на плечах имеется. Но есть какая-то вот... Есть какое-то ощущение от нее теплоты, и есть ощущение того, что она действительно может помочь. Даже не то, что может помочь, а может направить. Потому что ее наводящие вопросы на ту или иную тему, они прям точечные, и они прям нужные. Потому что самообманываться-то я очень рада, на самом деле. Я, знаешь, что замечаю? Что ты сначала говоришь какие-то трогательные вещи. Я камеру стесняюсь, Лен. Я честно тебе могу сказать. Да, да, спасибо, что ты честно говоришь. Я тебе честно говорю, что я стесняюсь камер, потому что если бы мы были с тобой вдвоем, я бы тебе говорила, наверное, я более открыто обращалась и с именами, с какими-то вещами, которые были более точно. Да. Спасибо, что ты это говоришь. А я просто, мне хочется говорить, что я замечаю какие-то вещи. Да, да. Я понимаю, это... Что ты, ну, сначала потом ты замираешь, перестаешь дышать и потом что-нибудь говоришь на ха-ха. Да, не ха-ха, это я такая. Я, знаешь, я даже вот прощение, когда реально искренне прошу, я настолько, не то, что сомневаюсь в этот момент, но как тебе сказать, настолько думаю, ну, даже если мне сейчас там скажут иди на три буквы, я такая, надо вот на всякий случай шуточку-то пульнуть, как будто бы так, если что, легче. А легче, это получается, ты в каком состоянии находишься, что вот ты себе облегчаешься? это самозащита определенного какого-то моего уровня. Ну, то есть, проще отшутиться. Что ты защищаешь в себе? Какую свою часть? Не знаю, кстати. Вот это интересный вопрос. Я не знаю. Не торопись, у нас полно времени. Ну, а что я могу защищать? Чего я могу бояться? Ну, когда ты говоришь, например, трогательные какие-то вещи, если бы там я говорила такие вещи, то я бы становилась в этот момент особенно уязвимой, что в меня было бы легко попасть. Поэтому... Это, в принципе, моя проблема, с которой я пытаюсь работать. Уязвимость, это, в принципе, моя какая-то проблема, потому что я с самого детства пытаюсь быть неуязвимой. И люди, которые по-настоящему меня знают, у меня может быть миллион друзей, но своих вот настоящих друзей, я называю там родными, да, какими-то людьми, их человек пять, шесть, которые... Перед которыми я вообще не боюсь уязвимости. И... Ну, давай говорить прямо. У меня есть определенный образ, есть определенный внешний вид, который никак не... Для меня, только в моей голове, не мочится с уязвимостью, с нежностью и так далее. Это, ну, здесь сто процентов. Но вот этот вот нежный, уязвимый человек, он доступен, знаешь, как есть премиум пакет, а есть обычный. И вот для определенного вот этого круга людей, конечно. И поэтому, когда я там на переговорах, где мне нужно быть сильной вот этой вот девчонкой, конечно, мне проще где-то отшутиться, закрыться и сразу себя обезопасить, чтобы никто никуда не надавил. Ну, ты вот тут так и делаешь, да, я скучаю, иди домой. Я там то, да, ха-ха, ничего не вышло. Ну, это я. Да. Это я. К счастью, мне с этим проще. Ну, мне правда с этим проще. Нет, конечно, здорово, что это защита есть. Было бы плохо, если бы... Я сейчас не то, что я шучу. Я думаю, там человек от стакана, я очень хочу пить. Получается, я опять... Ты можешь, не-не, я вот этого попью. Опять раз... человечка. Я когда-нибудь дошучусь, конечно. У нас есть минут 10. Чего бы тебе хотелось в эти 10 минут? Ты знаешь, мне, наверное, кажется, что... давай это честно. Конечно. Я полгода в своей голове как хочу поговорить с вот этим человеком, который у нас как стакан, и полгода очень откладываю. Во-первых, там не особо хотят, но при этом ты же прекрасно понимаешь, что если у кого-то есть какая-то цель, то можно найти выход. Меня очень внутренне драконило, потому что я такая, ну вот ты хочешь, но ничего не делаешь. Ты... ты как? Потому что когда я что-то хочу действительно, я это делаю. И сейчас, наверное, ну у меня правда как будто бы в голове мысленно, может быть, не так это получилось на камере, как это было у меня в голове, произошел этот разговор, произошел, знаешь, надлом этого какого-то... какой-то стены, за которую мне очень хотелось перелезть, посмотреть, потому что там хорошо, но страшно, потому что а вдруг ты сорвешься с этой стены. Наверное, я сейчас выйду со съемок, буду покупать фейковые сим-карты и звонить, благо мы близко к вокзалу находимся. Слушай, а можешь какие-то, вот не знаю, три предложения сказать? Вот прямо попробовать вот от себя, да, не знаю, насколько получится без защиты, я тут ничего не могу сделать, но если сказать, только три какие-то главные фразы, чтобы это было. Я тебя очень сильно люблю, и я тебя благодарю за все, что есть в моей жизни, потому что ты — это неотъемлемая часть процесса моего формирования в принципе. Вернись, пожалуйста. Мне без себя плохо. и мне как стыдно за то, как было плохо тебе. И я далеко не глупый человек, и я понимаю, кто сделал тебе плохо. Наверное, все. У меня прям мурашки идут. А ты как? Ну, меня потрясывает. я просто, знаешь, я когда сегодня ехала сюда, я дала слово про это не говорить. Я такая поговорим про вот это. А потом я понимаю, ну, чем я тогда отличаюсь от этих друзей-лицемеров, если я хочу поговорить про одно, а якобы из-за камер проекта и всего, нужно поговорить про другое. Поэтому не могу тебе сказать, что мне легче или это всего лишь стакан, я в реалии, но как будто бы выговориться вот так, хотя бы вот так, это уже ок. Ну, это уже что-то. Да, да, это, знаешь, это не плюс, это не минус, это просто процесс, который должен, видимо, происходить, потому что чем... Это сейчас взрослая Наташа со мной разговаривает. я пытаюсь сама себе сейчас объяснить. да, да, вот я хотела спросить, кому ты из нас объясняешь. Да, я сама себе... знаешь, есть, ну, и вот ты вот между вот этими процессами как будто постоянно находишься. Помнишь, мы начинали сессию, и ты рассказывала, там вот я лежу и думаю, ты что реально вот этого хотела, чтобы тебя лицемеры окружали? Ты хочешь добиться, там, это нужные люди, контракты. Потому что у меня биполярка. Нет. Нет, слава богу. Иногда кажется, что у меня биполярка. ты вот в этом как будто, ну, постоянно пребываешь. Да, если бы, например, говорить о какой-то перспективе, там, с чем бы я дальше работала, то как будто, я могу ошибаться, пока ты не очень выбираешь, да, там, какая ты, там, можешь ли ты быть, ну, вот этой такой более искренней, своей более живой частью здесь и сейчас. Как будто вот эта взрослая нахлобучка, она с тобой везде, где надо, где не надо, она везде впереди тебя бегает такая со щитом. Она вот тут ее нет. Ее вот тут нет. Но между нами ее много. И в твоей жизни ее много, да. Тут вот много. Да, да, но я говорю на какую-то, да. Понимаю, вот тут ее нет, поэтому сюда хочется. Так ты, что ли, о своей вот этой вот, которая бегает перед тобой и никуда тебя не пускает? На меня вот тут. Вот сюда хочу. Я никому не должна быть веселой, я никому не должна быть сильной, я никому в принципе ничего не должна. И вот тут это понимали, и вот тут это знали. А вот тут это понимают? А вот тут понимают это, но вот тут есть задолженности от родителей, какие-то базовые штуки. Я не дауншифтер, или как это называется, который в лес уезжает и такой, мне, я буду выращивать картошку и кайфовать. Может, мне так и хотелось бы искренне, но я очень люблю деньги, я понимаю, что без денег, ну, моего кайфа не может произойти. И поэтому я каждый день занимаюсь любимым делом, но которое я вообще не хочу делать. Если бы можно было бежать просто дома или выращивать помидоры в губитамале, супер, я бы поехала, но жить-то я как буду? Слушай, вот я тебе сейчас по-честному скажу одну вещь, то, что я про тебя думаю. Мне кажется, что очень может быть, что твои переживания не связаны с этим человеком. Серьезно? Сейчас я тебе объясню. Иногда так происходит, что рядом с каким-то человеком мы можем выгуливать какую-то свою часть. Да, вот как ты своего внутреннего ребёнка, да, там, со всякими дурацкими голосами, детскими фразочками, там, и так далее. Вот. А в других местах не можем. И тогда очень хочется вернуться не к самому человеку, а к состоянию, которое было там. И очень может быть, что ты в других областях сейчас не можешь это выгулить, и только поэтому ты смотришь туда, где была эта возможность. Так, если ты это смотришь, сейчас ты эту лысую женщину перемотай. Она глупости говорит. Но может, и не глупости. Я к тому, что, да, если бы я была твоим психологом, то я бы стала дальше с тобой работать не про твои отношения, а про то, как тебе ещё выгуливать своего внутреннего ребёнка. чтобы это было возможно не только вот там, да, и ты бы такая, ну, как же, как мне вот это вернуть, потому что мне невыносимо, а чтобы это было возможно и со мной, и ещё вот здесь, и вот здесь, и вот тут. Вот. Поэтому, может, проблема решится вот таким образом. А ты работаешь с людьми? Ну, вообще? Работаю, да, конечно. Я позвоню. Call me. Ну что? Ты такая умная. Бесишь. Лин, ты меня бесишь. Ты раздрай. Я тебе клянусь, мне даже некоторые мои друзья говорят, ты с жиром бесишься. У тебя всё нормально. Я даже с ними отчасти согласен. Я вообще в последнее время, я тебе так скажу, я стала видом, ну, невидомая, а такая, с полоборота заводящаяся в плане чужих мнений. У меня никогда такого не было. Я всегда знала, что хочу я, что люблю я, как мне делать, доверялась своей чуйке. А тут я такая, слушайте, а как мне вот тут лучше сделать? Меня это бесит. И сейчас я пришла, думаю, не буду разговаривать на эту тему. Потом такая, ты хочешь, делай. Делаю, понимая, что всё, люблю опять, хочу вернуться, начинаю что-то делать. И ты такая, ну, кстати, возможно, ты просто скучаешь по эмоциям. И я такая, ну, наверное, она же умная. Может, я не понимаю. Слушай, я не знаю, как правда. Это требует исследования. Но очень может быть, по тому, как я всё это вижу, по тому, как ты не дала мне посмотреть своего внутреннего ребёнка, а я была готова с тобой тут и ползать, и играть, и шарики, фонарик показывать. Ему не это надо. Ему не это надо. Так я не знаю, что ему надо, понимаешь? Я знаю. Ты всё это отнесла туда. Ты всё это отнесла туда. Там, потому что знают, зачем объяснять. Там знают. Вот об этом я и говорю, вот об этом, что ты больше не пускаешь никуда. Я не хочу, честно тебе могу сказать. Я попыталась один раз после вот этого человека пустить кого-то. Показала, все ясли свои показала, всю свою детскую группу. А мне пришли, говорят, меня взрослые забирают, до свидания. Я такая, а, ок. И больше не хочу. Усего вопросов нет. Всё понятно, конечно. Потому что, если сейчас вот оттуда придёт взрослый и заберёт тебя, я такая, да, да, блин, отствой, мне так жалко, что настолько одна сессия. Ну, остальное на моём, в моей ВК-группе. Слушай, нам, похоже, надо останавливаться. Хорошо. Да. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Я ухожу, да, куда, туда, сюда. Я, честно могу сказать, что я шла сюда с такой установкой, что я не до конца буду вообще говорить честно. И я сюда шла с установкой о том, что вот тему личной жизни я больше вообще не обсуждаю. Именно тех отношений, про которые сегодня был разговор. И я прям давала себе слово, что, пожалуйста, ты свою боль оставь дома. Это работа. Ты в первую очередь приходишь работать. Ну, а потом вот так произошло. Сейчас очень хочется... Всегда хочется поесть. Шучу. Что хочется сейчас? Включить музыку в наушниках и побыть в уединении. Просто сама продолжить эту сессию внутренне в своей голове. вот этот анализ продолжить, только опираясь уже на какие-то точечные вопросы Алины. А действительно ли так? А почему здесь так? В общем, докрутить не в плане, как вот телочки все докручивают ситуацию, а поразмышлять реально в своей голове и выстроить какой-то план. Мне хочется поделиться еще своим каким-то впечатлением. Я с Наташей до этого никогда длительно, там дольше 10 минут не общалась. И я была поражена, как она по-честному идет в свои эмоции. Да, там она не пролила литр слез, но мне было очень ценно, как ей удалось все равно соприкоснуться со своими трудными моментами. Пусть она зашучивала, но я почувствовала, что она правда рассказывает это мне, что это не было просто абстрактная история, что она мне, как линия, об этом говорила, со мной делилась. Это было очень ценно, и я очень тронута этой работой. Я даже посмотрю в камеру, хоть мне этого не разрешают. Ребят, в моей жизни было очень много ситуаций, когда все можно было решить. И из-за стеснения, из-за нежелания решать проблему, я мало в свое время ходила к психологам и психотерапевтам. И я действительно искренне каждому советую и рекомендую либо, а, выговариваться, просто неважно даже кому выговариваться, но лучше, если вы будете выговариваться специалистам, которые вам так или иначе помогут, потому что это важно. Не копите в себе, рано или поздно оно прорвется. Только если долго будете копить, прорвется зачастую, по моему опыту прорвется в минус. Поэтому, пожалуйста, любите себя не в плане вот этого, дышите маткой, любите себя, заботитесь просто о своем ментальном и психологическом здоровье, потому что отсюда вся херня в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok